Сразу же глава города отметил, что в Сочи проводится масштабная работа по всем отраслям. И такие факты, как антисанитарии на пляже детского санатория «Зелёная горка», перечеркивают весь труд. На пляже «Зелёная горка» – это детский пляж, детский санаторий. Стоят вот такие вот обрезанные, знаете, из металлические банки, вот эти вот, 90-е годы, которые делали. И там стоит народ весь курит, на пляже прям, на гальке. Там же лично Анатолий Пахомов вывел незаконный сброс канализационных стоков. Люди на аналогичную ситуацию жаловались и в Хосте, и в Кудепсе. Хватило двух часов, чтобы решить проблему. Глава города обращается к своим подчинённым, так работать дальше недопустимо. Это при том, что модернизирована вся городская система водоснабжения, водоотведения и канализации. Ведётся контроль за каждым объектом, владельцы которых подключаются к централизованной системе канализации. Тем не менее, в решении экологических проблем курорта ещё находятся отдельные очаги и выявление их задачи оперативная. Для меня нет никаких авторитетов. Авторитет только один. Это качество работы. Кто устал, никого не держу. Не уходите, будьте добры работать. Понятно это? И работать качественно. Глава города потребовал провести тщательный контроль всех пляжей курорта Сочи. Там не должно быть выносной торговли. Море – это место купания. Есть на пляже скоропутывающиеся продукты, которыми торгуют в жару, категорически запрещено. За этим должны следить арендаторы пляжей, их служба безопасности. Частотой должны отличаться и все сочинские улицы, и автобусный парк в том числе. Главам районов даны поручения организовать в ближайшее время вместе с населением субботники. Более того, в крае объявлена пятая степень пожароопасности. В связи с этим горожан и гостей курорта просят не забывать о том, что в течение 10 дней в Сочи сохранится такая жара. Ни в коем случае не разводить костры в лесах, не сжигать мусор, не бросать окурки. Не в лесной местности, даже и здесь на площадях у нас лесопарковое хозяйство тоже большое, много травы, много приходится выкашивать, в том числе даже в устьях реки. Необходимо объяснять детям, что шалости со спичками ведут подчас к трагедии, особенно в период высокой пожароопасности. Сейчас Сочи максимально загружен гостями, и все службы курорта обязаны работать с учетом наплыва туристов. Замечания управлению транспорта. На каждом маршруте надо следить за графиком движения автобусов, чтобы на конечной остановке, например, на посту ПСУ, они не собирались в огромном количестве. О народном контроле задание – выявить нелегальных перевозчиков. Есть информация, что такие выходят на линию. Также на планированном совещании говорили о подготовке к осенним выборам. Они пройдут 18 сентября. Это еще продолжение курортного сезона. Чаще его называют бархатным, поэтому всем, кто приезжает на курорт, стоит брать в своих городах открепительные удостоверения и голосовать в Сочи. То же самое касается сочинцев, которые в этот период уедут из города. Елена Авсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. Спасибо.